добрый вечер уважаемые зрители подписчики я прошлый раз на стриме упомянул про поддельные вещи которые нас окружают и сегодня я хочу показать вам немецкий выпуск новостей с нашими так называемыми правдивыми новостями итак подключаемся смотрим надеюсь что вам будет интересно и мы глядим что из этого получится в германии эту войну называют русской войной я называю гражданской вот корреспондент рассказывает о том что происходит на территории украины на данный момент везде нам показывают путина это такое очень злой товарищ который напал на беззащитную украину это продолжается уже год в общем тут больше песни льет время занять и теперь начинают на своей интерактивной доске объяснять картину происходящего как он это увидеть на свой взгляд вот например взяли не сырья новости репортаж что происходит на линии соприкосновения события разворачиваются в бахмуте в россии называется артемовской здесь германии он бывает бахмут и показывает фрагмент одного из боев то есть нам показывают здесь чуть ли уже в прямом эфире как ведутся боевые действия вот в общем нам показывают как украинский там бмп что там было был подбит российскими войсками прокручивать это несколько раз вы посмотрите вот с нескольких камер даже снимали знаете очень удивлен показывает солдата украинского который обороняется догорает догорает танк догорает чей-то отец догорает чей-то сын ну там теперь рассказывать про ситуацию на украине опять увеличивает бахмут и артемовск он показывает откуда пытаются на прорваться в город российские вооруженные силы они пытаются взять в клещи от населенный пункт и окружить ну украинцы в общем обороняется своим коллегам числом что у них там есть теперь переноси другой населенный пункт буду я даже не на перекорежье название населенного пункта рассказывать что происходит там в этом населенном пункте в общем сказал что забахло бьются одни наемники вагнера здесь в этом населенном пункте 155 танковая бригада российских вооруженных сил пытается пройти вперед ну теперь им показывают как в прямом эфире уничтожаются российские танки они вообще любят показывать вот это дело вот стоят уже подбитые танки у них какие-то люди и чьи-то танки сказать сложно то ли это украинская армия то ли это российская армия но он говорит что это российские танки вот он рассказывает как вокруг люди первые техника стоит вокруг нее кто-то передвигается вот начался обстрел и вот сам удивительно в этом выпуске а вот берется танк дмп до него попали вот показывает попадание но расскажешь нам не взорвался вот самое интересное там продолжает двигаться сверху бегает солдат танки в общем он утверждает что это русские танкисты и что все пули в воронках вот он рассказывает что он оттуда спрыгивает с танками неясно пострадал он ранен или нет и теперь он убегает куда то прячется в общем он утверждает что это русские танкисты и что танк наехал на мину хотя видно что попадание в корпус а теперь он рассказывает что командир танка видны повреждения на лице показывает что он видит то есть он показывает что здесь уже в воронке находятся другие военнослужащие российской армии на этом точно показывает жгут на бедре как он накладывается при сильных кровотечениях и тут он рассказывает что его должны были спасти в течение первых 3-6 часов но как корреспондент объясняет этот танкист лежит в этой воронке уже два дня на морозе пускай ранняя весна но мороз вот еще два танкиста он говорит что еще один раненый второй более лучшим состоянием показывает что там вот вдали горит догорают русский танк он не может представить эту ситуацию вообще теперь он говорит что российская армия оставляет своих солдат в беде он рассказывает что несколько дней эти солдаты находятся в этой воронке без всякой помощи ничем не подводят но он говорит что в этом районе воли да как от населенный пункт называется точно я даже не смотрел подбито 130 российских танков он покажет опять же на догорающий танк он говорит что ночью они могли бы уйти несколько километров 3-4 километра дойти до своих но они находятся здесь не оказывается никакой медицинской помощи они сидят в этой воронке и чего-то ждут теперь он показывает конвой наемников боющих на стороне украины мы видим какой-то джип на нем пристроен пулемет вот он рассказывает что различные типы автомобилей в этом конвой наемников он не говорит кто в числе наемников воюет на стороне украины вот их не бензовоз обычный прицеп с цистемной в самом конце колонн он показывает бронированную машину украинских вооруженных сил ну вот колонна примерно из 8 машин колонна с наемниками которые курсируют вдоль линии фронта и принимает непосредственно участие в боевых действиях он рассказывает про немецкие леопарды 15 штук которые отправлены на украину но опять больше текста ни о чем ну теперь он рассказывает что украине нужны новые вооружения удивляется пулемет у дегтярева образца 1927 года говорит что почти 600 лет это оружие используется выпускалась до 1961 года но используется до сих пор украинская армия должна воевать вот с этим вот оружием он показывает диск пулемета дегтярева называет его пирожок вот он подносит заряженные диски а вот диджей микола прокручивает свою музыку на поле боя он надеется что западные страны все таки поддержат украинских военных друзья распространяйте это видео пусть люди идущие на выборы знают что их ждет поделитесь роликом в соц сетях или отправьте знакомым оставьте пару комментариев это также поможет распространение наagine это вы